Владимир, вечер добрый. Привет, Андрюш. Рад тебя видеть и слышать. Взаимно. Скажи, пожалуйста, ты уже завел канал на Рутубе? Руки не доходят. Какая-то, знаешь, многозадачность. Это дело такое, конечно, приятно, что называется, на себя примерять Лавры Гая и Юлия Цезаря, которые могут делать несколько дел одновременно. Но мы же понимаем, что наша современная многозадачность, эта многозадачность, которая была у великого Юлия, как и говорят в Одессе, это две большие разницы, причем очень большие. И Юлия даже в страшном сне не мог себе представить нашу текущую многозадачность. Тогда поговорим о твоем телеграм-канале. Вот в тот момент, когда началась... Ты написал, что ЦБ, так сказать, играет в эту игру и тоже раскачивает лодку. Ну, а примерно в таком духе. Ну, смотри, здесь сложный вопрос. ЦБ это же у нас как? Это же у нас структура, правильно? Вот такая система образующая. Поэтому вот сам ЦБ здесь как-то играть не может. Но для понимания людей надо писать именно так, потому что иначе это не проходит. А вот то, что вполне определенные люди, уж по понятным причинам не будем показывать пальцами, что называется, да, вот как в этом, да, вот так прям, да, вот как где-то, вот как там, да, дядя Сэм, или как еще раньше в наших плакатах, да, ты записался, добровольцы, вот ты лично, понимаешь, вот здесь вот, вот ты лично, да, что ты сделал для того, чтобы у нас была финансовая стабильность, да, вместо того, чтобы раскачивать лодку, а потом рассказывать сказки про то, как они хорошо работают. Вот вполне конкретные люди, там очень четко, я все, собственно, каждый их важный, важный, не вообще каждый, именно каждый важный, да уж, прошу прощения, это не тавтология, конечно, там такой каламбурчик получается, вот каждый их важный шаг, я всегда объясню, что на самом деле, да, вот за, предшествует этому шагу, что этот шаг значит, и что действительно, да, они, да, там, на то, что они говорят, этот шаг не просто уже значит, а к чему этот шаг приведет. Вот это очень важный момент. Поэтому, ну, когда, действительно, да, коалиция Запада, давайте называть вещи уже давно своими именами, то есть Украина здесь, в общем, ну, ну, не то, чтобы совсем не при делах, но практически так, и это было с самого начала, когда западная коалиция уже прямо начала открытую агрессию на нашу территорию, если что, те, кто не помнит, да, я думаю, что мало кто помнит, перед тем, как, да, 22 февраля 2022 года уже наши войска, собственно говоря, вышли за, там, формальную для Запада территорию нашей страны, на территорию моей родной, вот, Ростовской области, прилетели как раз, прилетело определенное количество западных ракет. Слава Богу, тогда никто не пострадал. Но то, что сейчас уже, как бы, и в Белгородской области, да, там, и в Липецкой, и в Брянской, и сейчас уже вообще враг реально на нашей земле, в Курской области, тут все понятно. Мы же все знаем, и я об этом постоянно пишу во всех своих ресурсах, что из-за этого, в том числе, да, меня уже год практически... А, кстати, через месяц будет ровно год, как меня выгнали из РБК. То есть 3 октября, по-моему. Ну, если я не ошибаюсь, 2023. Ты предлагаешь мне нажраться водочке, или в честь этого шампусика открыть? Что лучше? Ну, зачем же нажраться сразу? Ну, Андрюш, шорты какие-то, я не знаю. Это хороший поворот к твоей судьбе или не очень? Every loss is in your opportunities. Да, я уж прошу прощения, скажу, да, на вражеском языке. То есть каждая потеря – это множество возможностей. Я призываю всех живых, разумных людей именно к каждой потере относиться именно так. Поэтому, о чем я пишу, чтобы не, как говорится, растекаться мыслью по древу, что война ведется прежде всего на идеологическом фронте. На первой странице, Сутр Патанджали, это древнейший трактат по йоге, дошедший до наших дней, еще до рождения Христа, написанный, зафиксировано, что тело – это то, что сделало из него мысли. Говоря по-русски, да, «дурная голова ногам покоя не дает». Поэтому мысль, она первична в сознании, и, соответственно, любая война ведется на идеологическом фронте. Потом ведется уже на фронте экономики и финансов, и в последнюю очередь, да, она ведется уже на реальном поле боевых действий. И если, неважно там как, на поле боевых действий достигнута победа, но на других, гораздо более важных фронтах поражения, вот любая победа на войне, сколько бы там, не дай бог, жизни не было положено, эта победа является первой. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что, да, на поле боевых действий, ну, говорить о нашей победе, мягко говоря, сильно рано. И те, что называется, граждане, которые там последние месяцы кричат, что все, мы уже победили, что все как бы хорошо и так далее, а что ж тогда это западные войска на нашей территории в Курской области, это как мы победили? Какая-то такая, ну, странная, на мой взгляд, победа. Нет, Володь, ты все правильно говоришь, но война – это искусство обмана. И что-то там происходит, мы узнаем лет через 20, но это уже будет неинтересно. Дрюша, ну, во-первых, я не согласен с тобой, что это будет неинтересно, да, но я к тому, что не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Говорить о том, что мы вот прямо уже победили, вот это точно преждевременно. То есть говорить о том, что мы точно победим, и мы уже победили, это такие, как говорят в Одессе, две большие разницы. Это первое. Второе. То, что они, грубо говоря, войдя в Курск, реально ждали, что руководство нашей страны, да, конкретно там президент Путин, начнет куда-то там двигаться, буквально в смысле слова, минжеваться, прогибаться там и так далее, да, ну, конечно, очень смешно было этого ожидать, но действия-то были явно направлены в эту сторону. Ну, или не явно, но очень похоже, да, так скажем, чуть более мягко. Этого не было. После этого они включили уже следующий шаг, войну на финансовом фронте. Причем это было вообще очень смешно. Я у себя на всех своих ресурсах писал о том, что, ну, прикольная история. Блумберг начал загонять в условиях, когда юани в России вообще нахрен никому не сдались в сказке про дефицит юани. Нет, ну, понятно, что в отдельных маленьких секторах дефицит был. Но так это было потому, что в других местах, это как сахарный диабет, да, когда в организме сахара, что называется, вообще девать некуда, да, и организм толстеет. Но инсулина нет, и сахара может попасть из крови в клетку. Поэтому в крови этого сахара, как говорится, завалить, да, а в клетку он попасть не может, и организм не может воспользоваться. Вот это примерно такой же дефицит юаней у нас был вот до самого последнего времени. И прям под налоговый период, что называется, в августе, типа традиционный август, да, в кавычках, начали загонять вот эту вот просто эпическую чушь про то, что у нас вот все, валюта всем нужна. Кому она нужна? Такой хрен в современной нам России, кому нужна валюта? Уж прошу прощения. Да, вот расскажите мне, пожалуйста, убедите меня в этом. Я уж сейчас-то в таком немного гротесковом стиле, для народа как-то доходило. При этом реальный дефицит рублей, реальный дефицит, мы это видим, МЦБ это делает. Процентные ставки высокие и растут дальше. Кредитование тормозится. С коррупцией борются. То есть явная антиинфляционная история. И при этом вот они пытаются, пытались раскачать вот такую штуку, что, смотрите, там куда-то там офшорный курс рубля улетел. Где сделки, что называется, не знаю, там раз в сто лет происходит. Но это в Ломберг. Ну, понятно. Наши большие друзья, ты считаешь? Ну да, друзья. А у нас же вопрос же не в этом, какие они нам друзья. Вопрос в том, кто у нас здесь. Мы с тобой с Центрального банка начали. Ты задал вопрос. Кто у нас сразу, как только в Глумберге маленькая статья, какая-то шавка написала, у нас тут же вся либеральная тусовка, как говорится, отдает честь, и начинают агрессивно работать против всех разумных жителей нашей страны. Вот, собственно, мы это и получили. А что мы видим сегодня с тобой? Да, мы с тобой сегодня просто записываем на наш вечером, да, 3 сентября, и резкий обвал курса доллара к рублю на офшорном рынке. Как-то вот, что ж такое? Я только у себя, да, что называется, на ресурсах утром написал про курс рубля, и что ж такое, да, почему это вдруг, да, опять же, впервые в истории в условиях обвала индекса ММВБ индекс РТС падает медленнее. Ну да, никогда такого не было, и вот опять. И все равно толпа продолжает верить в девальвацию рубля. Но мыши плакали, кололись, продолжали есть кактусы, понимаешь, как бы своего ума никому не представишь. Понятно. Какой-то у тебя хороший заход, такой тяжелый, ты взял блинов много на штангу, просто сразу, сразу много так. Тяжело. Я без разминки, Андрюш, слушай, я уже как бы это, в таком возрасте, что я без разминки много блинов точно не возьму. Понятно. Обвал фондового рынка там, как-то, России, это что такое? Так а кто такое? Погоди. Я что, я о чем-то другом говорил несколько месяцев назад? Все же было прописано? Или нет? Я же предупреждал? Да. Ну. И что ты спрашиваешь? А я что, бычил? А я что, бычил, что ли, в этот момент? Я же не к тебе. Понимаешь, я вот лично я, как ты помнишь, предсказал абсолютно все кризисы в нашей стране. Все. Да, да, да. До одного. Ну вот. Ну и чего тогда? Ну вот еще один. Все было написано. Причем я, а помнишь вот это, вот на Биулина, да, даже это, так хочешь сказать, сук такая, понимаешь? Ну это присказка, это не характеристика. тоже в своем, тоже в своем вот, ну не последнем, а предпоследнем, что называется, докладе, начала ссылаться на 2008 год. И откуда она это вытащила, да? Когда никто, кроме меня, никаких параллелей, да, что называется, последние как минимум, там полгода с 2008 годом не проводил. Причем параллели, это я проводил 2008 у нас, а не в мире, понимаешь? И с каждым шагом, как мы видим, все мы видим, все больше, вот пазл складывается-то. Я как раз сегодня, описывая про рубль, дополнительные, накопал моменты, очень глубокие, кстати, да, связанные как раз с тем, почему в 2008 году наш фондовый рынок так сильно снизился, вот, только сейчас ситуация, ну не знаю уж для кого как, но она на самом деле гораздо серьезнее. Нет, давай, ладно, ты прав, я жму тебе руку через монитор. Вот, ну давай не будем про левую сторону графика. Сейчас мне интереснее покупать, продавать или out of market. Вот и все. Фикс тэнк, ну я, как мы с тобой говорили последний раз, я говорил, господа товарищи, фикс тэнком, да, ну, то бишь, процентная ставка у нас высокая, кредитное сжатие, когда мы с тобой говорили, в последний раз еще не начиналось, оно началось только в июле месяце текущего года, собственно, об этом вот в кое-то веке, да, гражданин Заботкин начал говорить правду о том, что действительно, да, денежно-кредитная политика, то есть ставки высокие, но денежно-кредитная политика не экстремально жесткая, вот, ну, сколько я об этом тоже говорю уже времени, то есть реально относительно жесткой денежно-кредитные экономические условия, они начали становиться только в июле месяце текущего года, с отмен, не просто с ростом процентной ставки ЦБ, безусловно, это тоже повлияло, да, здесь нельзя ни в коем случае куда-то там ударяться, уходить от реальности, но и действия правительства по изменению всех вот этих льготных историй по целенаправленному раздуванию инфляционного пузыря, который нам, как экономический рост, преподносят, но я об этом уже сто пятьсот раз, как минимум, говорил, вот, они уже есть. Более того, мы видим, что сейчас и президент лично подключился к тому, что, ну, как-то действительно раздутие инфляционного пузыря, но реальному экономическому росту не то, что не способствует, да, оно приводит к падению реальной производительности. Поэтому у меня два сценария, но сценарий первый, либо мы видим сейчас еще ускорение снижения цен на фондовые активы у нас, но на какой-то менее уже продолжительный период времени, либо мы идем по сценарию там а-ля 2010, вернее, 2009-2016, вот, но только тогда это был такой девальвационный сценарий, а сейчас это будет революционный сценарий. И я сейчас все-таки более склоняюсь вот ко второму, ну, потому что то, о чем я писал еще летом 21-го года про новый 1937-й, да, ты мой телеграм-канал упоминал, я там тоже об этом писал, но не в том телеграм-канале, который сейчас, а в старом, который у меня украли, а и спасибо тебе, Паша Дуров, да, я поддерживаю, на самом деле, все обвинения, которые против него выдвинуты, Франции. Понятно, что сделаны они так криво и так далее, но вот по сути они прям верны. и, ну, крайне мере, у меня на сайте тоже, над ним, слава Богу, никакой Паша Дуров не властен, писал про то, что у нас обязательно будет новый 1937-й, но, естественно, по законам, да, там, текущего времени, да, там, 20-х годов, 21-го века. Что мы и видим? Но мы же знаем, да, что было, например, в конце 2008-го года, как у небольшого количества, там, старой еще ельцинской элиты, рыночными методами отжали собственность. Ну, вот сейчас будут отжимать так же, но этот процесс будет более длинный. Ну, потому что вот этой вот элиты, ее гораздо большее количество, плюс, потому что тогда какого-то одобрения, Владимира Владимировича на это не требовалось, а сейчас оно требуется, да, а президент Путин не сторонник каких-то радикальных мер, а он сторонник, так скажем, ну, мягких, да, относительно мер. Поэтому, что называется, яйца этим гражданам будут отрезать тупыми ножницы. Вот это вот медленное переучреждение собственности, это же большой удар будет по подыморогу. Не переучреждение, а перераспределение. Хорошо. Ну, все-таки. Хотя, может, и ты прав, Андрюш, извини, но... Ну, без проблем. Переход собственности из рук в руки, это же очень напугает инвесторов частных. Знаешь, как в том анекдоте? Ай, хрен с ним. То есть, вложение в акции, вложение в акции это тема сейчас не очень безопасная. Вопрос, ну, смотря куда, смотря в какие. Ну, и нужно же, как это... Мы же перед тем, как... Не, ну, погоди, Андрюш, ну, вот смотри, да, вот мы с тобой, да, или вот инвесторы, вот мы подходим, вот банальная ситуация. Мы каждый день по нескольку раз переходим через дорогу. Вот в Телеграме правил дорожного движения нет. Там все по беспределу. Даже не по закону леса, именно по беспределу. А у нас на улицах, вот на тротуарах, где ездят вот эти доставщики, там тоже уже, к сожалению, по беспределу. И что-то никто их за одно место не взял. Но, слава богу, когда вот мы переходим именно через дорогу, там есть светофор, там есть зебра. И не все далеко, к сожалению, до сих пор вот эти вот правила дорожного движения соблюдают. Тут вот, как я и сказал, вот видишь, это звереныш прибежал. Всем привет от Дектора, да. Понимаешь? Но все-таки разумные люди, да, они перед тем, как дорогу перейти, мы смотрим, ну, какой сигнал светофора, и уж тем более, когда за рулем едем, да. Хотя тоже далеко не все едут на зеленый и останавливаются на красный. Но в целом, большинство людей, тогда как это правило дорожного движения, слава богу, соблюдают. Понимаешь? Поэтому мы вот все-таки про здесь некие, ну, разумные правила. Понятно, что вот сейчас вроде как уже осень, да, у меня сегодня в машине вообще 31 градус показывала, когда я по садовым, ехал, да, такой невероятный, 3 сентября, в Москве. Не, я вот такие изменения, я приветствую, ну, как южный человек. но есть же, ну, Грюш, есть понятные правила. И мы по ним, собственно, и действуем. Поэтому, о чем здесь про фондовый рынок говорить у нас, собственно, мы в состоянии войны, да, в состоянии войны с Западом. Да, то есть противники явно по там, ну, большинству всех понятных параметров намного сильнее. А где консолидация общества? Да, у нас капитал как бежал, так и бежит из страны. Да, налоги повысили. Я простой человек, две копейки. Buy, sell, hold, out of market. Мне вот это, вот это самое, ты мне скажешь, тема опасная, в акции не заходим. Глобально, да, мы сидим теперь в надежном, подчеркну, вот это очень важный момент, в надежных облигациях и депозитах идти к спокойно ровно до тех пор, да, пока вокруг рыночная толпа не начнет истерить, что не то, что Лёлик все пропало, гипс снимают, все уезжают, а ну вот что-то в таком духе. То есть, что мы видели? Ну, смотри, мы когда с тобой говорили, например, да, в прошлом году, я говорил, что, ребят, смотрите, истерия редкая, рекордная, нерекордная, я не берусь, да, ни, что называется, там, патологоанатом, да, характеризовать точно, но, глядя на поведение рынка и на тот набор дивергенций, вот это прям действительно по Виктору Степановичу Черномырдину, никогда такого не было, и вот опять, потом уже с беру. Это я читал. Да, это я, об этом я говорил, почему, вот, вот, получите, распишитесь, получили, еще не получили, не до конца, соответственно, для того, чтобы отсюда выйти, что должно быть? Море крови, значит, море денег. Должна быть обратная ситуация, значит, должна быть, должно быть либо, вот, обратный набор длительных дивергенций, да, когда мы будем, там, грубо говоря, в течение, там, не знаю, там, ну, года, к примеру, да, там, одно дно, ребаунд, еще одно дно, еще ребаунд, понимаешь, и на неделях, вот так вот, мы начнем штамповать дивергенции, и на каждой новой дивергенции, толпа начнет истерить, я все, теперь все пропало, России больше не существует вообще, и при этом все будут сидеть здесь, понимаешь, да, и гулять по Москве, ходить по ресторанам там, ну, и прочее, и прочее, но при этом будут кричать, ну, все больше, как бы, тут все накрылось, что называется, медным тазом навсегда, понимаешь, вот это будет, вот, не точка, а период для инвестиций, ну, для этого, до этого пока далеко, ну, согласись, должна пролиться море крови лангустов, чтобы получилось море денег, а пока денег-то нету, уже, ну, море, так скажем, вот это вот море крови, оно должно быть как удобрение для качественного роста, но мы не желаем никому попасть в эту тему, в общем, не, погоди, мы с тобой четко об этом предупреждали, разве нет предупреждали? Я говорю, что сейчас тема акции, это не супер, вот акции инструмент, всего лишь один из инструментов, сейчас это не супер тема, вот, я лучше пойду к отливанчику, куплю монет золотых, интереснее, чем акции. А вот, 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 вот тут я тебя не поддержу, я не являюсь золотым жуком, я тут специально проводил свой анализ, у себя выкладывал, за последние 25 лет, рублевый фикс тынка, дал практически такой же результат, как и динамика цен на золото, поэтому нафиг оно не надо, вот мое мнение. Хорошо, хорошо, даже вот спокойствие, когда, первое, спокойствие, да, где-то есть, да, золото, спокойствие, или котята баксов, а, да, извини, про баксы не надо, спокойствие должно быть, спокойствие. Баксы, Дрюш, нет, как бы, почему не надо-то, вопрос не в этом, просто тут это немного не про спокойствие, тут людей уже будет беспокоить то, что, блин, а вдруг вот именно вот эти вот серии баксов, которые вот прям у меня, да, что называется, вот именно их возьмут и аннулируют, да, золото сложнее аннулировать, но его можно, а, забрать, а во-вторых, мы же, ну, понимаем, что как бы, ну, золото это такая же схема понсы, как и там любые мемкоины, например, да, ну, просто это самая длительная схема. Секундочку, мемкоином ты можешь что-нибудь деталь припаять? Микросхема, ну, ты что это говоришь, золото используется в промышленности. Какой процент золота используется в реальной жизни? Да никакой практически. Ну, поэтому не надо. Я думаю, процентов 15, а думаю, ювелирка процентов 65. Так вот. Нет, погоди, ювелирка, это инвестиционная, я так думаю. Ювелирка, это мемкоин, Андрюш, посмотри на соотношение золота к нефти, к серебру, платья нефти. Слушай, не надо меня, это самое, у каждого додика своя методика. Если я молюсь на золото, не мешай мне. Понял? Не, упащи Бог, да ты что? Чтоб я тебя сбил, как бы, с того, как ты бы расшибешься лопастеду. Ты веришь в рубль? Веришь? Вопрос не веры, вопрос того, что я принимаю на себя ответственность за все свои решения. Если я прав, значит, я прав. Если я ошибся, значит, я ошибся. И виноват в этом только я. Понимаешь? Вот и все. Я никогда ни на кого в жизни ответственность свою не, даже не пытался переложить. Поэтому здесь вопрос не веры, здесь вопрос понимания картины мира. Только и все. Вот это мне... Я могу в чем-то ошибаться. Никто не может быть абсолютно прав во всем, понимаешь? Но вот у меня за мои прожитые годы, да, и за мой, на счет моего бэкграунда, да, вот сложилась некая картинка. Ну и, собственно, я вот ее дальше развиваю, совершенствую и учусь, в том числе. Поэтому и она мне говорит о том, что, ну, как-то, типа, Владимир Юрьевич, вот скупать всякие разные золотые монетки и закапывать их на поле чудес, ну, так себе стратегия. Да не скупай ты, пожалуйста. Я, пожалуйста, мне больше... Сейчас не об этом вообще говорю. Ты сказал про Заботкина, очень интересную фразу, что наконец-то они признали. И они запоздали. Удастся ли все-таки поставить инфляцию под каблок? Да. Вот. Вот. Поднястся. Ну и самый главный. Да, когда мы вот увидим. В сентябре мы ждем сейчас, то, что ЦБ повысит ставку. Или не повысит? Ну, рынок этого боится. Делать этого уже точно не нужно. Нужно другими методами действовать. Поэтому фондовый рынок уже снизился. Это уже, ну, такой сигнал. Не, он снизился, в общем, как бы... Нет, ну, уже заметно, да. Нельзя сказать, что он как-то там непонятно, незаметно снизился. Это неправда будет. Нельзя таких вещей делать. Ну, снизился заметно. Снизился не критично. У нас, конечно, снижение фондового рынка, это не такой, да, там, дезинфляционный фактор, как в инковнике. Это понятно. Но в любом случае, это показатель, это важный индикатор. Соответственно, это нельзя. Плюс ко всему, что мы имеем, да, вот как я у себя анализировал в осенью прошлого года, что рынок недвижимости, что с ним будет? А ничего с ним не будет. Как он был в коме, так он в коме и останется. Что мы и видим. Да, слава богу, да, мой анализ здесь полностью оправдался. И дай бог, чтобы он так в коме еще там годик-другой и пробыл. И вот таким образом, весь пузырь, который, да, там, раздули тоже вполне определенные товарищи. Не будем пальцем показывать. Имена я все знаю. Вот он таким образом и сдуется. Хотя цена не поменяется никуда, да, но за счет процентной ставки пузырь сдуется. Вот что у меня такая. Вот у меня есть предприниматели знакомые. Все в сентябре повышают отпускные цены. Ну, вот то, что я разговариваю. И сейчас еще постоянное Ореганум, там, агентство Прайм пишут. То-то, то, шоколад в Петербурге. Все повышается. И при этом ты ждешь, что инфляция пойдет вниз. Андрюш, когда в конце прошлого года, да, мы с тобой говорили о том, что рынок приближается к перегреву, может быть еще, конечно, какая-то одна там волна вверх, но закончится это плохо. Это все вот так и случилось. То же самое и здесь. Понимаешь? Вот людям берут просто и накидывают на вентилятор, да, то, что выдает искусственный интеллект. А искусственный интеллект, кроме лжи, к сожалению, выдать, в общем, практически ничего не может. Только в одном случае. Если в этот искусственный интеллект заложить вот только ту информацию, которую мы закладываем, и лишив его возможности что-то взять отдельное. Потому что если он хоть что-то отдельное возьмет, тут же выдает только лжи. Понимаешь? Ну вот это вот так он устроен. Именно поэтому его так распиаривают, чтобы люди не были в состоянии разобраться. Почему, например, да, вот как бы люди меня слушают? Потому что я учу отделять правду от лжи. Учу думать своей головой и чувствовать своим сердцем одновременно. Вот это очень важный момент. Поэтому когда вот начинают, понимаешь, когда мы говорим о том, что, ребята, в дерьмо не надо наступать. Помнишь, как в нашем детстве говорили? Не тронь дерьмо, вонять не будет. Вот мы говорим, вот в дерьмо наступишь, потом будет вот это, вот это. Они говорят, ты что-то загоняешь-то. Сколько я раз наступал, ничего не было. Понимаешь? А почему ничего не было? Потому что вот он только наступил, он тут же думает, что вот прям сразу... Нет, я правильно понял, что выхватываются только негативные штуки до того, чтобы искусственный интеллект формировать определенное поле. Не обязательно негативные. Выхватываются истории, которые будут вызывать наибольший эмоциональный отклик у аудитории. А какие они будут там для кого негативные, для кого позитивные, для кого там любые. Ну хорошо, вы их в цели сформировали инвляционные ожидания. На этом фоне когда можно ожидать, что все-таки инфляция начнет успокаиваться? Вот в нынешнем декабре. Он довольно пошел, пошел. Да, был лак. Все. Нет, мы, к сожалению, точный лак с тобой не просчитаем. Потому что центральный банк... Когда я говорил, что деятельность центрального банка по снижению процентных ставок является ложной, потому что после этого они, что называют, таким образом они выпустят джин из бутылки, которую потом назад не засунули. Это было на минуточку... Это было в июле 22-го года. Сейчас у нас сентябрь 24-го. Понимаешь? Вот они его тогда выпустили. Этот джин... Вернее, они его тогда сформировали. Этот джин вылетел в конце 22-го, начале 23-го года и раскрылся во всю мощь буквально только в начале года этого. Понимаешь? И они до сих пор ни хрена с ним сделать не могут. Понимаешь? В чем? Какой критический уровень некомпетенции наших денежных чиновников? Поэтому... При этом ты сказал, что уверен, что инфляцию удастся под контроль при этом. Абсолютно уверен, но конкретную дату я тебе не дам. И никто тебе ее не даст. Понимаешь? Ее никто тебе не даст. А уверен я по нескольким причинам. Но самая главная причина по тому, что если эту инфляцию под контроль взять не удастся, страны нашей больше нет. У нас здесь будет один огромный концлагерь. Войну мы проиграли и дали по списку. Уже много раз об этом говорил. Назначение Андрея Рымича Белоусова в мае текущего года на должность главы Минобороны. Вот это ключевой фактор. Это прям... Не знаю. Это знамение такое на самом деле. Я вот прям стоя аплодировал этому назначению. И мы видим, что этому предшествовало, что дальше шло. Но толпе же как бы нужны эмоциональные всплески. Картину мира в голове сейчас мало кто у себя держать может. Понимаешь? А я категорически не пойду на поводу у толпы, которые нужны эмоциональные всплески. Я буду их думать заставлять. Конечно думать. А их прям как наркоманов отломки будет при таком корюжи. Поэтому в меня кирпичи кидают. Пусть кидают, окей. Я знаю прекрасно, что они умеют делать. Их действия могу просчитать на сто шагов вперед. И просчитываю. Я почему тебя спрашиваю. Люди покупают ОФЗ, фиксы, доходность 16 дальние. И волнуют, что сорвут упорную резьбу у гайки. И все пойдет через гиперинфляцию. Вот почему я спрашиваю. Пусть не покупают. А что они покупают? Да ты не прошишь эксперты. Мы должны какое-то экспертное мнение сказать. Не сорвут, не сорвут. Нет, вероятность есть. Но для этого не надо складывать все яйца в одну корзину. У меня тоже есть какое-то количество дальних ОФЗ. Причем я их начал покупать. В общем, заранее. Они у меня сейчас в целом по портфелю в приличном минусе. Меня вообще никак не беспокоит. Более того, какие-то там еще деньги я реинвестирую. Я какую-то копеечку еще туда добавлю. Но копеечку. Но небольшую. А основное, то есть до тех пор, пока я не увижу, что действительно вот этот цикл паники и роста процентных ставок завершился, я не буду серьезно увеличивать эту долю. Она у меня небольшая. Меня вообще не трогает. Основное, это поэтому короткие депозиты. Это фонды ликвидности. И это короткие облигации. По коротким облигам там уже доходность до 22 доходит. Извини меня. Понимаешь? Ну, а каких акциях мы можем... Причем я говорю про нормальные имена, да, а не про трэш. И еще самое главное, что обязательно нужно сказать, у меня тоже на сайте об этом периодически спрашивают. Значит, в такие времена, как сейчас, то есть в любые, ну, там, а-ля, кризисные времена на финансовых рынках, плохой долг это самый плохой выбор. Вот не надо особенно лезть в плохой долг. Вот соотношение риск-прибыль, оно прям очень и очень плохое. Поэтому лично, вот мое мнение, вот здесь я вот точно могу рекомендовать, да, это можете считать, и даже индивидуальные инвестиционные рекомендации, хотя я там принципиально не являюсь там советником ЦБ, вот избегайте плохого долга. Избегайте. А ты не можешь сказать, что это плохой долг, потому что люди у нас, ну, начинающие только там, вот что такое плохое долг? Ну, если мы видим, например, что, да, там, не знаю, по ОФЗ, там, к примеру, двухлетним, да, у тебя там доходность, не знаю, там, 19-я, да, по хорошей корпорации доходность, допустим, там, ну, 21-я, а тут по какой-то компании, там, не знаю, доходность, допустим, 28-я, 30-я. Ну, блин, ребят, если вы вот не являетесь специалистом конкретно и не знаете вот ситуацию изнутри этой компании, не знаете собственника, ну, вот прям вот, вот досконально, ну, вот зачем вам брать на себя этот риск, вот эти вот дополнительные прям пипсы в доходности, да, ну, могут вас привести к тому, что, ну, просто имитент дефолтнется и все, да, вместо того, чтобы получить свои там честные, сейчас уже патрактически, извините, блин, 2% в месяц, ну, елки-шпалки, нифига себе, доходность, да, зачем вы пытаетесь получить там 2,2 с риском просто пронести в хлам весь свой капитал, ну, вот, не, я понимаю психологию таких людей, но я все-таки предлагаю, ну, да, ну, быть ближе к реальному. Ну, а я общаюсь сейчас с инвесторами, я говорю, а почему взяли такое дерьмо, он говорит, а вот мне посоветовали, взяла, переложила моральную ответственность на какого-то человека, и вроде сама не придели, посоветовали, все счастливы. Деньги-то она потеряет свои, она потеряет благосостояние своей семьи, своего рода, ну, вот как это, поэтому, вот, как говорит, есть вот, ну, простая поговорка, лучше, меньше, да, лучше, то есть, да, это, как говорится, время разбрасывать камни, время камни собирать, вот, когда времена рискованные, ну, куда вы на себя еще дополнительный ритм берете, ну, друзья, ну, вот, это точно не та история, когда надо сохранять, надо сохранять, а вот, когда наступит, а вот, когда наступит время для экспансии, да, вот тогда, да, только тогда, вот, такие люди, которые сейчас, да, вот, как ты, Андрюш, тоже говоришь, очень хорошо, спасибо, пытаются взять на себя вот такой риск, за вот там, вот такую, на премию, вот эти люди, вот тоже, да, как ты говорила, когда покупать, вот тогда они начнут нарвать у себя волосы на всех местах и говорят, что нет, это невозможно для инвестиций, это кошмар, хотя там, не знаю, там, за полгода или за год до этого при ценах на этот же актив намного выше, они кричали, это просто уникальное возможность купить этот актив вообще там за бесплатно, ну, приведу, опять же, пример, да, то есть я сейчас просто, ну, как говорится, называю медицинские факты, да, без, там, каких-то еще целей, да, я предсказал все кризисы, которые были в нашей стране, все, и в январе 2008-2009 года, я буквально там, то есть взяв на себя ответственность, я всем кричал, что ребята, все, покупаем наш фондовый рынок на все, что у нас есть, естественно, без каких-то плеч там и так далее, не фьючерсы, покупаем акции, кризис закончен, тогда мне там 90% больше там людей кричали, я что, дебил, Левченко, кризис только начинается, я говорю, ребята, кризис начинался тогда, когда я вам об этом говорил, а сейчас, когда индекс акции упали в несколько раз, а Сбер упал тогда в 10 раз, вот сейчас он закончился, то есть вот в чем состоит и психологическая устойчивость, да, умение отвечать за свои поступки и брать на себя ответственность за судьбы других людей, собственно, вот все просто. Понятно. Я вот пытался прескать Марш Пригожин, но не получилось. Ну, слушай, при Марш Пригожин я говорил, да, более того, я до сих пор считаю, что это была классическая инсценировка, она была полностью согласована с верховным главнокомандующим, мне тут задают вопрос, а что смерть тоже была инсценирована, ну, я свечку-то не держал, уж прошу прощения. Ну, у меня, ребята, у меня, как бы, да, в моем родном городе много близких друзей осталось. Ну, и прошу прощения, когда мне там, извините, федеральные СМИ выдают, не буду, мало ли что, квалифицировать, что там, все заблокировано и там, и там, и все без связи, а я прям вот дозваниваюсь, причем, да, через интернет, да, не по телефону, но определенным людям в определенных должностях, и они отвечают, я говорю, у тебя, говорю, все в порядке, с семьей все хорошо, да, я говорю, ну, слава богу, все, я вопросов лишних не задаю. Вот и так несколько человек. Ну, значит, я понимаю, что то, что выдают эти СМИ, это просто ложь откровенная, уж извините меня. Да, я сам, возможно, меня поэтому тоже из-за ВК выгнали. Ну, и тут я понимаю, что, ну, раз так, я спину звоню там друзьям, ребят, что там у вас там, как там, вагнеровцы, да, и все нормально, мы тут это, дети лазят по танкам, смотрят там в дуло, и прикольно, там ребята улыбаются, показывают им, как там танк устроил. Ну, о чем мы говорим? Это какая-то вот такая несогласованная атака, или что это было? Ну, уж не надо загонять. Я тогда все описал об этом. Что стоит вокруг смерти пригожной, это уже немного другая история, она вот такому анализу не подлежит. Ну, по крайней мере, я этим не занимаюсь, и туда не... Я тебе не советую этим заниматься. Я и не лезу в тус, Андрюш. Ну, и хорошо. Все понятно. Спасибо большое за интересное интервью, Володя. Спасибо. Приятно с тобой пообщаться. Все. Спасибо. Спасибо.